так друзья всем доброго дня меня многие спрашивают серега можно ли перекачивать колеса для экономии топлива друзья зачастую это вообще нецелесообразно и обосную почему этот миф уже ходит давно по интернету и где-то я читал да и прям так вот смеялся можно сказать что если вы перекачаете колесо свое на пол атмосферы то вас экономит топлива чуть ли там не 23 там кто-то пишет 4 литра будет то есть просто если у вас 10 литров перекачали 05 атмосферы у вас 6 литров на 100 километров стал но это из разряда очередного бреда перекачка колеса особенно пол атмосферы либо на одну атмосферу не несет ничего хорошего для вашего автомобиля смотрите если вы перекачиваете колесо то есть производитель у вас указал допустим нормальное давление вашего колеса две и три атмосферы вы его взяли и перекачали до двух целых восемь десятых атмосферы кстати нормальное давление все производители указывают на кузове то есть либо где-то на порогах либо на лючке бензобака там и так далее и если вы накачиваете две и три атмосферы то вы учитываете то что при движении давление у вас колесе будет расти вот например на моем автомобиле когда я начинаю трогаться у меня где-то 2 и 2 атмосферы через буквально 15 минут езды где-то 2 и 4 получается атмосфера у меня датчики давления ставлены я это могу все дело отследить очень легко и быстро так вот если вы перекачиваете свое колесо то колесо начинает у нас не площадь контакта у него падает она в середине получается вот так вот домиком стоит и вот это вот средняя часть она у нас начинает быстрее изнашиваться у вас начинают быстрее изнашиваться так как колесо становится жестче у вас начинают быстрее изнашиваться элементы подвески то есть они страдают реально то есть это всякие саленблоки это стойки стабилизаторов это просто сами стойки вот эти вот амортизаторный и это не стоит той экономии вот смотрите уже давно производили авторитетные издания такие тесты они перекачивали колесо на 0,5 атмосферы это дало всего 0,2 литра на 100 километров ну экономии скажем так топлива и они перекачивали на одну атмосферу на одну атмосферу это где-то 0,4 литра экономии топлива на 100 километров но резина изнашивается в разы быстрее то есть если колесо ходит у нас примерно где-то 60-80 тысяч километров ну в среднем вот так вот от 60 до 80 смотря как резина стоит то если вы перекачаете даже на 0,5 атмосфера оно где-то ходит уже 30-40 тысяч если вы перекачиваете на атмосферу там тридцатку то может не проходит потому что еще раз говорю вы конечно же уменьшаете пятно контакта у вас вырастает резина вот так вот домиком но тормозной путь увеличивается это примерно в квадратичной прогрессии растет когда на 0,5 перекачка это где-то на два метра тормозной путь увеличивается когда на атмосферу там на четыре метра тормозной путь увеличивается на мокром асфальте сцепление просто ужасно и можете просто уйти в кувет даже на хорошей резине дальше еще раз повторюсь элементы подвески изнашиваются намного быстрее представьте заменить там амортизаторы стойки стабилизатора всякие сайлент-блоки резинки там и так далее если у вас сзади много чашка как стоит да это охренеть какие деньги но зато если вы перекачаете на одну атмосферу вы экономите 0,4 литра топлива на 100 километров и чё блин за экономить такая ну давайте вот с вами так вот перемножим 0,4 литра на 100 до то есть тысяч километров это 4 литра 4 умножаем на 40 это где-то у нас получается сейчас 160 рублей если учесть что при 30 тысяч у вас резина износится за 30 тысяч вы сэкономите всего 4 800 но при 30 тысяч вы поменяете все четыре колеса потому что они у вас износились и возможно какие-то элементы подвески да есть вы будете некомфортно то есть у вас машина будет дубовый будьте пятой точкой чувствуете эти кочки вот такая вот экономия пару слов буквально про недокачку здесь тоже ничего как бы положительного нет если вы не докачиваете пол атмосферы тоже проводились такие исследования расход топлива у вас вырастает на 0,7 литра это очень много со 100 километров дальше резина также изнашивается то есть она изнашивается не в середине она изнашивается у нас по бокам тоже где тысяч за 30 за 40 она убьется дальше у вас падает разгонная динамика то есть толкать машину спущенной резиной намного сложнее и резина у вас просто реально может лететь с диска попали в яму она прям реально может слететь создадите аварийную ситуацию это очень плохо плюсы какие только более комфортное передвижение ну и тормозной путь у нас укорачивается вот собственно и все так что в итоге в итоге друзья не лохмать как говорится бабушку качайте колеса столько сколько доктор прописал сколько у вас указано на автомобиле либо указано на сайте производителя этой резины и все у вас будет нормально поверьте то экономия которую вы добьетесь перекачкой резины на одну атмосферу она не стоит этих денег которые вы потом последующем вложите скажем через 30 тысяч километров на этом у меня друзья все если понравилось ставим лайки подписываемся на канал будет очень много интересных видео все друзья всем пока